Добрый день, друзья! Сегодня наш обзор посвящен портативной акустической системе Edifier M1250. Это такие изящные стереоколонки, которые можно брать с собой куда-либо неприхотливые Внимание к расстановке, питанию и занимают очень мало места, что бывает важно похода где-нибудь, на пыльные, на природе, мы видим инструкции всяческие Видимо гарантийный талон и так далее. Колоночки вот в этом пульте запрятались Ну, как всегда Хорошо, что защищены они этой пленочкой, пупырышками Великая вероятность того, что они доедут до потребителя в целом состоянии Вот так выглядит одна колоночка На активной колонке мы видим включатель питания Регулятор громкости Гнездо подключения наушников Индикатор включено и выключено Динамики покрыты тканевым грилем Корпуса состоят из пластика Собраны из пластика Такой вот формы интересной Мне нравится, красиво Раскроем вторую колоночку Для того, чтобы получить комплект Достаточно для звуковоспроизведения Вот так выглядит пара колонок Колонки получают питание по USB То есть у них нет адаптера Дополнительного сетевого Мне лично не нравятся колонки с адаптером Он постоянно путается кабель от него Постоянно он теряется Ломается этот кабель Трескается Колонки запитываются USB Но платой за это является невысокая мощность Соответственно громкость звучания этой системы Но таких маленьких колонок В общем, мне не требуется особо Высокая громкость звучания Я так думаю Потому что кому нужен звук Погромче Кому и колоночки следует Приобретать побольше Но с ними уже придут Хлопоты с организацией питания Расстановки Вот так вот примерно они выглядят На столе Нопочка питания включилась Колонки заработали Единственное, необходимо Подать аудиосигнал на них Подадим Руковую карту Ну а перед этим давайте посмотрим Что Edifier говорит о своих колонках Это система М1250 USB питается 2.0 мультимедиа колонки С плоской передней панелью Магнитоэкранированные динамики Встроенный источник питания И регулятор громкости 3.5 мм миниджек Служит для подачи аудиосигнала И есть выход на наушники Мощность 0.6 Вт на канал То есть 2 по 0.6 Более 80 дБ Соотношение сигнал-шум Частотный диапазон 150 Гц 20 кГц Чувствительность по входу 250 мВт Сопротивление входное 10 кВт Сигнал подается по 3.5 мм миниджеку Имеется регулятор громкости Динамики представляют собой 50 на 90 мм Продолговатая Излучатель Магнитоэкранированный 4 Ома Мастер Пауэр Мастер Волюм Активная колонка Имеет размер 68 мм на 166 на 94 мм А пассивная 68 на 166 мм Тоже на 94 мм Поразительно просто Хорошо Схема Эта акустическая система Собрана на ТДА 2822 Это Интегральный Стереоусилитель Вот Собственно Не затейливо Больше тут ничего нет Регулятор громкости Разве что Больше ничего Хорошие Простенькие Наверняка надежные Колоночки Давайте посмотрим Как они звучат Включат они Живенько Друзья мои Плотненько И хорошо Благодаря тому что нет Частоты разделительных Интров Звучание очень естественно Натурально Живо Басок Басок Конечно очень высокий Но он есть Различно Ну легко различить Ноты Которые при этом Играются На бас-гитаре В частности Хорошо звучат ударные Послушайте как тарелочки Классно отрабатывают Наверняка Наверняка Неплохо звучат Голоса Но Кроме этого Мы еще можем Подать Сигнал Синусоидальные Посмотреть Как эта система Его Воспроизведет Вот Сигнал Например 100 Гц Смещать не воспроизводит Ну 40 Гц Конечно Она уже не воспроизводит А 50 По моему Слышно По моему Слышно Другое дело Что Повыше Будут звучать Погромче Но тем не менее Заявленный диапазон От 150 Гц Имеется ввиду В линию Буквально Но Нам с Вами интересно Что эта система И отыгрывает И бас-гитару Партию басовой гитары Барабан-бочку И все благодаря тому Что реально Эта система Читает нотки Пониже Безусловно Чем Написано В характеристике Вот как она звучит Посмотрим картинки Этой Акустической системы Динамик Замечательный Совершенно Динамик Замечательный Это очень натуральная И красиво играющая Ну такая не зателивая музыка Вообще замечательно идет На этих колонках Что ж мне нравятся Хорошие колонки Поставил бы им Высокий балл В их категории акустических систем на этом позвольте закончить обзор счастливо, ребята, увидимся в следующих обзорах до следующих встреч